День за днём И начал обработать в Кесногорском городском совете Управление по делам ГОО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю За 7 дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 673 сообщения Заседание административной комиссии Большинство нарушителей, которые приходят на комиссию, они признают свою вину А теперь подробнее об этих и других новостях Смоленская область готовится к всероссийской переписи населения Данный проект – это единственный достоверный источник данных О численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения страны Основной акцент переписи 2020 будет сделан на применении новых технологий Жители региона за 20 минут смогут переписать себя и родных на портале госуслуг Вся персональная информация каждого переписанного является конфиденциальной Она не подлежит разглашению или распространению и будет использована только для формирования официальной статистики Всероссийская перепись проходит каждые 10 лет Она стартует с 1 октября следующего года и продлится ровно месяц Узнать регистратора можно будет по специальному бейджику, который действителен только при предъявлении паспорта Первые результаты станут известны уже в декабре 2020 года Окончательный итог переписи планируют провести в течение двух лет С 2 октября в администрации Десногорска состоялась первая сессия городского совета депутатов нового созыва Парламентарии рассмотрели организационные вопросы и обсудили планы на будущее Подробности в сюжете Депутаты нового созыва провели свою первую сессию Более половины горсовета состоит из новичков По итогам голосования большинство избранных депутатов были выдвинуты от политической партии «Единая Россия» Всем депутатам были вручены удостоверения народных избранников От имени территориальной избирательной комиссии поздравляю вас с завершением избирательной кампании С получением депутатских мандатов и началом работы в Десногорском городском совете В соответствии с регламентом до избрания нового председателя городского совета Сессию продолжил старейший из депутатов Арцвик Аветисян Предлагаю утвердить на основном пока В повестке дня выборы председателя Десногорского городского совета Выборы заместителя председателя Десногорского городского совета Формированные в основных депутатских комиссиях Десногорского городского совета И выборы их председателей и заместителей председателей И разные приступительные предложения Под его руководством необходимо было рассмотреть основной вопрос этого дня – выбор председателя городского совета. Закрытым голосованием счетной комиссии состава депутатов выдвинутая кандидатура Дивакова Юрия Сергеевича утверждена не была. При этом открытым голосованием он был избран исполняющим обязанности. Вопрос утверждения кандидатуры председателя Десногорского городского совета остался открытым и будет перенесен на следующий городской совет. Смоленские ветеринары предупредили об опасности заболеваний овец и коз. Владельцам мелкого рогатого скота нужно соблюдать меры профилактики. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону. Так, по данным Международного пиазоэтического бюро, за последнее время зарегистрировано 9 вспышек оспы овец и коз в Тверской, Воронежской и Московской областях. Несмотря на то, что Смоленщина остается благополучной в этом отношении, необходимо знать, что вспышки заболевания чаще фиксируются в осенний и зимний период. Когда преобладает сырость. В таких условиях иммунная система животных ослаблена. Специалисты обращают внимание граждан на необходимость постоянного контроля за здоровьем животных. В случае заболевания овец и коз или изменения их поведения, необходимо немедленно обратиться к специалистам Государственной ветеринарной службы. С 1 ноября РЖД запустит между Москвой и Смоленском электропоезда «Ласточка» премиум-версии. Новый состав заменит часть рейсов, которые выполняют нынешние «Ласточки». Главное отличие нового электропоезда – несколько классов обслуживания. Пассажиры смогут приобрести билеты в эконом или бизнес-класс. В состав включены вагоны для комфортной поездки пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске. Они оснащены подъемными механизмами для высадки и посадки на низких платформах, местами с креплениями и кнопками вызова проводника, специальными туалетными модулями. Также в «Новой «Ласточке» можно путешествовать с домашними животными. Для этого предусмотрены отдельные места. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС города Деснокорска привлекались для проведения работы. По оказанию помощи скорой – 8 раз. По ликвидации последствий ДТП с пострадавшими – 1 раз. По обнаружению боеприпасов времен Великой Отечественной войны – 1 раз. С 1 по 2 октября муниципальное образование город Десногорск принимало участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне. По итогам проведенной штабной тренировки, поставленные руководством задачи, выполнены в полном объеме администрации и организациями города. Все задействованные силы и средства с постальной задачей не справились. Цели тренировки достигнут. За 7 дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 673 сообщения. Из них 262 ложных. Поступило и отработано 14 просьб от населения. Государственная дума снизила возраст, когда россияне смогут получить негосударственную пенсию. Депутаты после рассмотрения поправок в закон в первом чтении согласились с ними практически единогласно. Накопительную часть пенсии смогут получить россияне, достигшие 55 и 60 лет. То есть фактически возраст, когда официально можно распрощаться с трудовой деятельностью, возвращают на тот уровень, который был до пенсионной реформы 2019 года. По словам политиков, данная мера стала необходимой, так как клиенты НПФ находятся в неравных условиях с теми, кто заключил договор до 1 января 2019 года. 8 октября состоялось очередное заседание административной комиссии Десногорска. Какие протоколы об административных правонарушениях были рассмотрены, смотрите в сюжете. В этот раз заседание прошло в расширенном составе. В комиссию вошли заместитель главы города по экономическим вопросам Юлия Галякова и председатель комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Иван Блиновских. В начале заседания были подведены итоги работы административной комиссии за 9 месяцев 2019 года. Так, с начала текущего года проведено 15 заседаний, рассмотрено 145 протоколов об административных правонарушениях. Чаще всего к ответственности привлекались граждане, которые засоряли территорию общего пользования, парковали автомобили в непредназначенных для этого местах, а также нарушали тишину и покой в ночное время суток. Большинство нарушителей, которые приходят на комиссию, они признают свою вину, соглашаются с необходимостью соблюдения действующего законодательства. И большинство, как я уже задавил, оплачивает те штрафы, которые уносит административная комиссия. На повестке очередной административной комиссии было вынесено 30 протоколов. 28 из них были составлены по факту нарушения правил благоустройства. Так, ряд заявлений касались неправильной парковки автомобилей в жилой зоне. Члены комиссии провели разъяснительную беседу с нарушителями, а также напомнили о положении действующих правил благоустройства. На территории города запрещается размещение транспортных средств на газонах, цветниках и детских площадках. За невыполнение требований нормативных правовых актов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. В соответствии с действием данной статьи предупреждения здесь нет. В числе рассмотренных протоколов два постановления было составлено по факту нарушения тишины и спокойствия в период с 22 часов вечера до 6 часов утра. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре. В следующем месяце жителям России предстоит отдыхать три дня подряд. Со 2 по 4 ноября включительно. Дополнительный день отдыха появится в связи с празднованием в стране Дня Народного Единства. Однако традиционного сокращенного рабочего дня перед праздником не будет. Отметим, что следующий продолжительный период отдыха выпадает на празднование Нового Года. Отдыхать россияне будут 8 дней с 1 по 8 января. А теперь коротко о погоде. В Десногорске 10 октября будет пасмурно и дождь. Днем плюс 10, ночью плюс 7. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова